МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Семь дней спорта» на телеканале «Мой город» в студии Татьяна Савельева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Весенний футбол. Счет, скорее всего, по игре. Если забивать, надо свои моменты использовать. Футбольный кузбасс вновь на поле. Состязание на водном уровне. В областной столице возрождается забытый спорт. Стать железным человеком. Думаю, наполовину я готов. Кузбасский лыжник Александр Бессмертных о спортивных мечтах. И новые вопросы от профессиональных спортсменов. После шестимесячного перерыва возобновилось первенство России по футболу 2-го дивизиона «Зона Восток». Профессиональные клубы нашей области, Новокузнецкий металлург «Кузбасс» и Кемеровский «Кузбасс» начали футбольный год в родных стенах. И если новокузнечане после домашних поединков обеспечили себе путевку в 1-й дивизион, то у кемеровчан на сегодняшний день стоит задача добиваться максимального результата в каждой игре. О том, как футболисты «Кузбасса» начали весеннюю часть первенства в следующем материале. Осенняя беспроигрышная серия кемеровских футболистов хорошо запомнилась местному болельщику. Поэтому после длительного перерыва на трибунах шахтера многолюдно. Удастся ли «Кузбассу» продолжить победную поступь, получить ответ на этот вопрос, пришли полторы тысячи поклонников футбола. За время перерыва новых игроков в клубе не появилось, так что знакомые все лица, да и соперник вполне по силам – иркутский Родиан Байкал. В первом матче сезона зрители голов не увидели. Вратари закрыли свои владения на крепкие замки, к которым подобрать ключи нападающим так и не удалось. Игра нормальная, ну момента много, ну просто как, типа, ну не везет. Ну Родиан мастеровитее выглядит все равно. Конечно, хотелось бы лучше, ну, как бы открыть сезон, я думаю, для открытия сезона – это нормально. Наверное, такой результат для первой после перерыва игры вполне закономерен. Командам нужно раскачаться и почувствовать былую уверенность. Особенно это касается молодежи, которая чаще стала выходить на поле. Дело в том, что играть по причине травм сейчас не могут нападающий Сергей Воронов и Виктор Дацик. По словам главного тренера Кузбасса Эдуарда Момотова, во втором тайме не хватило именно их присутствия, чтобы переломить ход игры. Счет, скорее всего, по игре. Если забивать, надо свои моменты использовать. А так, ждали, готовили всю зиму, уже 3-4 месяца, конечно, эта игра долгожданная. Наконец-таки, как бы, остался здесь один месяц, семь игр. Я думаю, надо добавить, постараться выиграть в следующих матчах. Следующего матча долго ждать не пришлось. Уже через день в гости к Кузбассу пожаловал серьезный соперник – клуб «Чита». Команда из-за Байкальского края прибыла в Кемерово из Новокузнецка, где уступила местному Меткузу со счетом 0-2. Плюс ко всему, читинские футболисты ведут борьбу за второе место в турнирной таблице. Подтвердить роль лидера гостям удалось. Победа 4-2-0. Постарались сыграть надежно, может, даже в какой-то степени экономно. Забили свои голы, не пропустили. Самое главное, наверное, открытого такого футбола не получилось, потому что давлял, конечно, результат. Наставник Кемеровчан во время послематчевой конференции на вопрос о том, как прошла игра, ответил предельно откровенно. Я очень благодарен ребятам такой непростой ситуации, когда у нас есть задолженность по финансам с того года, с июля месяца. Они просто выходят и играют в футбол. Не просто так, не за деньги, а играют за футбол. Это им просто большое человеческое спасибо. До конца сезона кемеровским футболистам остается провести еще три матча. Глобальные задачи на данный период перед командой не ставятся. Главное сейчас достойно завершить сезон и показать максимальный результат в каждой игре. Аркадий Кемеев, Татьяна Савельева, Кирилл Борискин, Сергей Юрин, Константин Червяков специально для программы «Семь дней спорта». В честь Дня Великой Победы в Кемерове пятый год подряд собираются любители экстремальных видов спорта. Роллеры, беймиксеры, скейтеры съезжаются на площадь перед стадионом «Химик», чтобы себя показать и на других посмотреть. На фестивале с символическим названием «Свобода» побывала и наша съемочная группа. Бешеные скорости, невероятные трюки и море адреналина. Без этого не обходится ни один фестиваль экстремальных видов спорта. Погода в день состязаний, как в прошлом году, так и в этом, не радует. То снег выпадет, то холодный ветер. Но роллерам, скейтерам и беймиксерам ничто не помешает проявлять свободу движений. Большое значение имеет техника, в один голос утверждают экстремалы. На вопрос «Как вы это делаете?» ответ у всех примерно одинаковый. Я не знаю, еду, не боюсь. По словам организаторов фестиваля, с каждым годом количество участников, да и зрителей растет. Осваивать ролики, скейты или беймиксеры подрастающее поколение начинает с 10 лет. А в 12 они могут дать фору опытному экстремалу. Тем более в таких видах спорта есть к чему стремиться. Уже проводятся официальные чемпионаты. Экстремальный спорт – это сейчас экстремальный. 21 век уже наступил давно и неизвестно, через 50 лет. Я думаю, что это все будут олимпийские виды спорта. Ну и сейчас закладываем уже основу, которая из года в год только становится больше людей, которые этим занимаются. Визуально больше всего на фестивале спортсменов на железных конях. Объясняется это просто. Людям это очень интересно. Как бы больше в стране беймиксеров. Вот один начал кататься и все за ним пошли. Сейчас экстремальные виды спорта зависят от погоды и занимаются ими преимущественно в теплое время года. Поэтому роллеры, скейтеры и беймиксеры мечтают о крыше над головой, чтобы круглый год оттачивать свое мастерство. Анастасия Антонович, Татьяна Савельева, Константин Червяков. Специально для программы «Семь дней спорта». В Кузбассе такой спорт все еще любят. Открытый кубок города Кемерово по мини-водному полу это доказал. Ведь спорты, которые для областной столицы ненадолго канул в лету, становятся вновь популярным. Причем заинтересованность водными состязаниями проявляет как молодежь, так и взрослые. О возрождении одного из старейших олимпийских видов спорта в Кемерове в материале Кирилла Борискина. Традиция перед игрой проверять длину ногтей на руках у своего противника сложилась давно. Делается это для того, чтобы избежать травм в воде и предотвратить нечестную игру. Водное поло для Кемерово вид спорта не новый. Еще в 60-х годах областная столица имела свою команду мастеров. Однако профессиональный состав переманили в Ленинградскую область. Можно сказать, что в Кузбассе на какой-то период времени этот спорт умер. Если в 70-х годах был такой вид спорта, то в 80-х и 90-х он не то что не культивировался, в общем-то даже на любительском уровне он не присутствовал. Возрождение началось уже в 21 веке. В 2008 году в Кемерове прошел турнир по водному полу. Это стало своеобразным толчком для дальнейшего проведения подобных состязаний. Открытый кубок города Кемерово, собравший команды из Красноярска, Бийска, Барнаула, Новосибирска и Кемерово, уже часть новой истории. До недавнего времени водное поло существовало только в городе Новосибирске. По крайней мере, насколько я знаю, в том числе и в Норильске его тоже уже некоторое время не было. Поэтому Кемерово сложно. Мы сейчас примерно на одном уровне с городами, ну я так полагаю, Барнаул, Бийск, Красноярск. Мы примерно одновременно, года три назад начали вообще играть и развивать. Профессионалы говорят, что новосибирская школа водного пола в Сибирском федеральном округе одна из сильнейших. Традиции, сформировавшиеся еще в советское время, передаются из поколения в поколение. Если в Кемерово пришлось начинать все сначала, то новосибирцам оставалось только совершенствоваться. Опыта. Не хватает опыта, именно опыта соревнований. То есть было видно по первым играм, две команды мои просто от неопытности, не зная, что делать, куда плыть, просто потерялись. Хотя на тренировках мы прорабатываем, кто где занимается, чем, как, кто на столба работает, кто с края. Но, к сожалению, опыта не хватает. Первый год принимают парни некоторые участия. Возрождение забытого спорта – дело трудное, однако стоящее. Водное поло – один из старейших олимпийских видов спорта, поэтому, устраивая подобные турниры или выезжая в другие города на матчи, ватерполисты постепенно будут нарабатывать ценный опыт. И, возможно, когда-нибудь мы увидим кемеровских спортсменов на Олимпийских играх. Кирилл Борискин, Сергей Юрин. Специально для программы «Семь дней спорта». Спорт для профессионального атлета – это вся его жизнь. Некоторые в качестве хобби тоже выбирают спорт, который не похож на тот, которым занимаются. Кузбасский лыжник Александр Бессмертных, например, в свободное от соревнований и тренировок время, любит поиграть в бильярд. Мы встретились с Александром и выяснили, о чем еще, кроме олимпийского золота, мечтает кузбасский лыжник. В бильярд Александр Бессмертных начал играть в 14 лет. Сейчас, если выпадает в свободное время, лыжник берет в руки ки и загоняет шары в лузы. Бильярд для него просто увлечение, но как профессиональный спортсмен к нему Александр подходит со спортивным азартом. Подумать, рассчитать силу удара и попасть в цель. Чем-то схоже с лыжными гонками, где нужно грамотно рассчитать силы по дистанции. На раздельных стартах, мне кажется, больше голову включаешь, потому что бежишь и ориентируешься только по времени, которое тебе говорят. Проигрыш от первого, допустим, или отставание от второго до тебя, допустим. Тут уже, конечно, играет голова роль, потому что начнешь быстро, потом добавить не сможешь на концовку, кто-то выиграет. Или наоборот, бывает, начинаешь тихо и потом не успеваешь наверстать то упущенное время, которое проигрываешь. Сейчас Александр просто не представляет свою жизнь без лыжных гонок, хотя пробовал себя и в борьбе, и в баскетболе, и в волейболе, даже штангой хотел заниматься. А вот с братом лыжных гонок биатлоном к узбасскому спортсмену познакомиться пока не довелось. Я не пробовал никогда стрелять, хотя и возможность такая была, и приглашали меня в биатлон тоже тренироваться. Но, наверное, это связано с тем, что там бегут коньком. А у меня классика намного лучше получается, и это, наверное, с детства я к классике прикипел, можно так сказать, и не хочу. Если бы бегали классиками там, я бы попробовал. По признанию Александра, ему ближе индивидуальные виды спорта на хоккейных и волейбольных матчах он не был. Однажды болел за друга на соревнованиях по вольной борьбе. Считает, чтобы проникнуться духом соревнований, обязательно нужно посмотреть их, как говорится, вживую. За людей, которых знаешь, во-первых. Я знаком со Степаном Федоровым, это саночник наш. Учились вместе, как бы, и смотрю его соревнования. Но, наверное, те люди, которых знаешь и с которыми общаешься, за футбол никогда не болел особо. Играть люблю, конечно, но смотреть только чемпионаты мира, что-нибудь такое, более интересное. Свой вид спорта Александр называет разносторонним. Ведь лыжники помимо гонок плавают, занимаются греблей, бегом, ездой на велосипеде, играют в футбол и баскетбол. Как и многие спортсмены, Александр мечтает завоевать олимпийское золото. А когда это случится, стать железным человеком. Так называется гонка, где нужно преодолеть огромную дистанцию. Сначала вплавь, затем на велосипеде, затем бегом. Охота. Именно не та работа, которая, допустим, короткая. А именно длинная, монотонная работа, которую я, в принципе, всю жизнь делал. Бывают тренировки и до 7 часов доходят. Но я думаю, наполовину я готов чуть-чуть какие-то виды спорта поправить. На велике побольше покататься, поплавать. Я думаю, что я дойду не ради какого-то результата, а ради того, чтобы дойти. Это вот ощутить на себе. Интересно же, не каждый человек это делал. И вот охота вот такого. Нет, ты бегаешь? Отлично. На вопрос, если бы появилась возможность начать все сначала и выбрать любой вид спорта, Александр ответил уверенно, что сделал бы все так же и лыжи не променяет ни на что. Татьяна Савельева, Георгий Головин. Специально для программы «Семь дней спорта». Спортсмены профессиональных клубов города продолжают задавать вопросы своим болельщикам. В прошлой программе игрок хоккейного кузбасса Константин Пепеляев спрашивал, сколько длится один тайм в русском хоккее при температуре воздуха минус 30. Узнаем ответ. Внимание, правильный ответ. 30 минут. Поздравляю победителей. Правильно, пятым на вопрос ответил Ильгис Латыпов. Подарок от хоккейного кузбасса он получил шарф с символикой команды. Успевайте выиграть призы для настоящих болельщиков, отвечайте на вопросы спортсменов, следующие для любителей волейбола. Всем привет, с вами игрок волейбольного клуба «Кузбасс» Михаил Щербаков. Внимание, вопрос. Волейболисты какой страны впервые начали подавать силовую подачу в прыжке? Итак, ваша задача правильно ответить на вопрос, прислать свой вариант на адрес электронной почты 7собакамо-город.тв. Тот, кто правильно ответит и окажется 12-й, Михаил Щербаков выступает именно под этим номером, получит в подарок от волейбольного кузбасса кружку, календарь и шарф с символикой команды. Отправляйте свои варианты ответов на вопрос, волейболисты какой страны начали первыми подавать в прыжке? Напомню, адрес 7собакамо-город.тв. Имя победителя назовем в следующем выпуске нашей программы. Каждый день кузбасские спортсмены преодолевают себя, чтобы подняться на пьедестал почета. Рассказывайте о героях спорта и о победах. Звоните к нам в редакцию по телефону 45 23 93. Все самое интересное о спортивной жизни города смотрите в программе «Семь дней спорта» и каждый будний день в новостях. До встречи на телеканале «Мой город» и болейте за наших! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова